Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет тебе, весь 73-й регион! На календаре 22 февраля, удивительный вторник! И чем же он нас удивляет? Он удивляет и радует, Ален, ну, во-первых, тем, что этот вторник, он же как пятница, немного отработать и все, можно целый день отдыхать прямо в середине недели. А во-вторых? Ну, а во-вторых, сегодня последний день зимы, точнее, последний вторник зимы, ведь на следующей неделе, во вторник, будет уже первое число, весна, первый марта, первый день весны, ну и как минимум весны календарной. Ну, неужели зима тебе надоела? В этот год, кстати, она же выдалась максимально снежной, но то, что была очень... Вот именно, Ален, снег все испортил, а точнее его количество. Ну, нельзя же каждое утро начинать с лопатой в руках, ну ты согласна? Я, конечно, согласна, но подожди минуточку, снегопады-то, кстати, у нас давно закончились. Закончились, а руки-то помнят? Помнят, помнят. Тогда все равно предлагаю эту зиму, раз уж сегодня ее последний вторник, запомнить исключительно с положительной стороны, а все силы бросить на ожидание весны. Конечно, у нас в студии ее всегда много, ведь у нас всегда есть теплые и яркие цветочные композиции от партнера программы салона «Цветы и штучки». Этим утром вместе с вами просыпаться будем мы. Мы, Алена Никитова. Я, Андрей Сафронов. Начинаем. Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. Кровли, фасады, системы кондиционирования, раздевалки и сауны в 11 спортивных школах города в этом году завершат текущий ремонт. Кроме этого, приведут в порядок системы водоснабжения, канализации и сигнализации. Всего же в 2022-м ульяновские спортшколы на ремонт получат 70 миллионов рублей. А 25 из них направят в школу имени Дмитрия Разумовского. 11 миллионов потратит на монтаж системы кондиционирования, ремонт вентиляции в спортшколе «Фаворит», на капремонт спортивного зала «ФОКО «Фаворит» и на ограждение территории спортивного лагеря «Ласточка». 2 миллиона достанется спорткомплексу «Новое поколение» на ремонт системы вентиляции, аварийного розлива, водоснабжения, теплового узла, душевых и раздевалок. 6 миллионов пойдет на кровлю, отопление и видеонаблюдение в спортшколе номер 6. Фасад, кровля и капремонт спортивной школы «Юность» потребует 4,5 миллиона. Около 3 миллионов направит на спортшколу «Борец» на улице Пушкинской. А тему спорта и здорового образа жизни, пусть и без таких серьезных сумм, продолжат в нашей традиционной рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Сегодня мы будем делать очень полезное упражнение для области таза. Для этого нам нужно будет опуститься вниз спиной на коврик. Давайте! Итак, когда мы легли на спину, мы прижимаем поясницу к полу. Стопа идет к стопе, а колени мы разводим в стороны. И здесь важно контролировать, чтобы поясничный отдел не поднимался от пола наверх, а был прижат. Да, скорее всего, ваши бедра поднимутся наверх, но зато поясница будет полностью прижата к полу. И тогда весь позвоночный столб будет вытягиваться. В этот момент мы с вами начинаем давить пятками друг на друга, колени разводим в сторону. Вдох, живот надувается, выдох, живот сдувается, дыхание оставляем прежним. А вот здесь мы можем увеличить нагрузку путем давления наших рук на бедра. Но в этот момент не забывайте про пятки. Пятками давите друг на друга. Лучше давить пятки на выдохе, а на вдохе все-таки давать чуть-чуть телу расслабиться. Если поясница чуть приподнимается от пола, постарайтесь вернуть ее на место. Можно еще увеличить ощущение, убрав руки за голову и вытянув бока и позвоночный столб. И в этом положении мы с вами начинаем делать несколько дыхательных циклов. Вдох носом, животом. А на выдохе живот сдувается. И в момент выдоха мы давим с вами пятками друг на друга. Это положение очень полезно всем, особенно женщинам. В период критических дней рекомендую выполнять это упражнение каждый день, можно несколько раз в день. Беременным оно также очень полезно. И после пяти-семи циклов дыхания вы почувствуете, что ваши бедра пойдут ниже. Я вам рекомендую расслабить ваши бедра, опустить руки на живот, закрыть глаза, и еще два-три дыхательных цикла просто побыть в расслабленном положении, расправив колени в стороны. После того, как вы закончите, мягко, аккуратно приподнимайте бедра с двух сторон с помощью рук, поставьте стопы на пол и поднимайтесь. Благодарю вас за практику. Всем пока. Андрей, вот такой вот вопрос. Скажи, есть ли у тебя в Ульяновске, ну, например, какое-нибудь любимое место? Любимое место? Ну, на самом деле, их очень много. Но если уж совсем любимое, это берег Волги, Ален. Даже так? Ну, конечно. А легко ли до него добраться? Я просто в Ульяновске живу совсем недавно, поэтому немножко не знаю. Ну, знаешь, бывает порой тяжеловато, но это того стоит. Хорошо, хорошо. Ну, например, тогда я неспроста подняла эту тему. Доступных, да, доступных и, самое главное, красивых точек региона, так сказать. В этом году продолжится ремонт дорог к туристическим местам. Я тебя понял. Например, в прицеле у дорожников ремонт участка трассы по маршруту в город Болгары, улично-дорожной сети Старая Майна, Матвеевка, границы области, Аристовка, Жидяевка протяженностью более двух километров. Работы, часть национального проекта, безопасные и качественные дороги. Да, его цель – снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Новый тренд российского практического научпопа – соревнования в виртуальности. С этого года на цифровые поля выходят роботы. С реальными задачами адаптируют оффлайн-формат в онлайн-режим команда Ульяновского технического университета. Проезд лабиринта, ориентируясь на дорожные знаки и сигналы светофора, затем преодоление скоростного участка и, наконец, парковка. В соревнованиях по робототехнике ульяновские спортсмены не раз становились лидерами. В 2020 году очные соревнования впервые пришлось отменить. Именно тогда у ульяновских разработчиков из технического университета родилась идея создать виртуальный полигон, на котором дети и подростки со всей страны смогут практиковаться и соревноваться в написании управляющих программ для роботов. Здесь возникает несколько дополнительных задач. Первая – это проектирование полигона. Вторая – разработка робота. Третья – разработка средств автоматической проверки заданий. Когда программы запускаются автоматически, тем самым роль судьи заключается в том, чтобы удостовериться в том, что все прошло хорошо. А правильность выполнения заданий также проверяют алгоритмы. Сегодня команда из преподавателей и студентов УЛГТУ работают над созданием платформы для проведения робототехнических соревнований в виртуальной среде. Сцены и самих роботов создают организаторы. Участникам необходимо разработать код управляющей программы для них в условиях, заданной соревнованиями среды. Наша задача – сделать среду симуляции как можно более реалистичной. Для этого нужно изучить реальные модели, например, разные виды роботов, в том числе и настоящих автомобилей, чтобы можно было симулировать как можно более точно. В отличие от точных соревнований, где полигон один на всех, в онлайне у каждого будет индивидуальный. Отличаться они будут в том числе по уровню сложности. Это у нас трасса. По трассе будет запущена как и навстречу, так и по движению. Транспортные средства нужно написать такой код, который сможет их объезжать в автоматическом режиме, не создавая дорожно-транспортных происшествий. Все участники смогут принять участие в соревнованиях. Второе – им не нужно будет заниматься очень сложной настройкой соответствующего окружения по робототехнике. Третье – эти соревнования могут быть очень массовыми, потому что одновременно могут принять участие несколько сотен команд из разных уголков России, причем значительно снижаются требования к этим самым командам, поскольку соревнования в робототехнике подразумевают закупку дорогостоящего оборудования. В этом случае закупать ничего не нужно. Нужно просто в среде браузера зайти на платформу для соревнований и принять участие, написав соответствующий код управляющей программы для роботов. Первые соревнования запланированы уже на осень 2022-го. Принять в них участие, не выходя из дома, сможет любой желающий – школьник или студент. Екатерина Терещенкова, Сергей Ребухин, репортер 73. Андрей, вот ты с самого утра своей наступающей весной прям сбил все зимнее настроение, и при этом, мне кажется, ты кое о чем забыл. Да ты что? Ну это о чем же я позабыл, Алё? А о том, что праздник еще один зимний остался. Точно! Вот тебе и точно, кстати, что бы ты хотел получить на 23 февраля. А разве все варианты, Алё? Стандартный набор, в конце концов, никто не отменял. Варианты есть всегда, Андрей. Тем более, что специалисты провели опрос и выяснили, что мужчины хотят на праздник и что женщины готовы им дарить. Так-так-так, ну и что же там? Большинство женщин в этом году планируют дарить мужчинам дезодоранты и пену для бритья. Ох, ну как же это предсказуемо. Да, к сожалению. Но на втором месте одежда и обувь на третьем подарочные сертификаты, а на четвертом уютно примастились товары для спорта. Ну уже интересно. А мужчин-то спросили, кстати, в этом вопросе? Мужчин, естественно, естественно. И они ответили, что не против таких подарков, но большинство хотели бы получить новый гаджет, например, смартфон или даже ноутбук. Я так понимаю, у женщин ни одного попадания, да? Ну, не совсем. Например, 31% опрошенных мужчин отметили, что с удовольствием примут в дар средства для ухода. Так что шах и мат, пена для бритья, дезодоранты, лосьоны тоже в топе. Ну что ж, как говорится, поживем-увидим, подарки получим. А пока расскажем о других интересных темах из жизни города и области. С 10 по 13 февраля в Ленинградской области прошла единственная в мире снежно-ледовая внедорожная гонка «Россия-Северный лес». Это соревнование открыло Кубок мира по бахам. А еще участники «Северного леса-2022» могли подать заявки и попробовать свои силы в первых этапах Кубка Евразии и Чемпионата России по ралл-рейдам. В последнем, кстати, не последнее место завоевала ульяновская команда УАЗ «Спорт», пилоты которой поднялись на третью ступень пьедестала почета. От снежных трасс Ленинградской области к каменистым пустыням Иордании, куда сразу после северных стартов отправились участники Кубка мира. Мы находимся в Ордании, вблизи города Акаба. Это второй этап Кубка мира по бахам. Первый прошел на прошлой неделе, поэтому нам пришлось, не заезжая домой, быстро взять и теплые вещи, зимние пуховики, куртки и шорты. В общем, мы в Ордании. Первый гоночный день Бахи и Ордания состоял из двух секций. Протяженностью 232 и почти 82 километра соответственно. Спецучасток проходил по живописной пустыне Вадирам. Настрой на гонку боевой. Мой пилот Салих Аль Саиф уже участвовал в этой гонке в прошлом году. Я, к сожалению, не люк счастью впервые здесь, в Ордании. Здесь очень красивые пейзажи, но по рассказам других штурманов, навигация здесь очень сложная. Первый гоночный день начался с драмы. Главный претендент на победу, пилот из Саудовской Аравии, Езид Аль Раджи, сломал задний привод, на ремонт которого потратил два часа и уже не смог отыграть упущенное. Другого лидера, Чеха Мирослава Заплетала, финишировавшего в итоге четвертым подвела навигация. Победу же праздновал экипаж Салиха Аль Саифа и его штурмана Егора Охотникова. Форт видели, форт из Чехии, экипаж. Мы с ним один раз менялись, была такая картинка, там фост безопасности был. И огромный, огромный, я не знаю, ну прям вот очень большой, ну это все, естественно, каменные скалы, огромный спуск вниз. Прям вот стояли рядом, было страшно. И там мы как раз застали экипаж из Чехии на Форде. Они что-то крутились, может быть искали подъезд, может быть они точку не взяли. В общем, мы проехали, перед зоной нейтрализации мы финишировали перед ними, стартовали перед ними, потом я промахнулся, так вот опять поменялись, но финишировали мы первые. Во второй день экипаж Аль Саифа и Охотникова сумел удержать набранный темп. И пусть они финишировали вторыми, уступив лидеру 4 минуты 26 секунд, это позволило команде не просто одержать победу в своем классе Т-3, но и вписать имена в историю ралли-рейдов. Впервые экипаж, выступавший на ССВ, занял первую строчку в абсолютном зачете этапа Кубка мира. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Сложности в микрорайоне «Волжские кварталы» начались еще во время строительства. Подрядчик показал свое наплевательское отношение, регулярно срывая даты сдачи домов. В итоге региональному правительству пришлось в ручном режиме налаживать процесс. Результат не заставил себя ждать. Все положенные объекты достроили к октябрю 2021 года. Дома были введены в эксплуатацию, и те квартиры, которые передавали жильцам без отделки, были переданы. Те квартиры, которые передаются полностью с готовой отделкой, застройщик заключил договора подряда на выполнение данных работ, и по договору подряда он планирует передать данные квартиры уже полностью отделанными в конце марта этого года. Есть где жить – хорошо. Плохо, что инфраструктурой застройщик не озаботился. Нет тротуаров, спортивных площадок, школы. О комплексной застройке часто и много говорится на различных совещаниях муниципального и даже регионального уровня. Представители стройфирм кивают, подтверждая – да, это важно. Современный город должен обладать всей социальной инфраструктурой. На деле по-настоящему комплексная застройка получается далеко не всегда. У меня ребенок сейчас ходит в садик, мы могли бы пойти в следующем году, но мы на год еще останемся в садике, потому что школа-то два, если пешком идти, там больше двух километров получается. Это мимо стоянок, мимо рынка идти, переходить два пешеходных перехода. Здесь у нас не пропускают, потому что светофора нет, и, конечно, это проблема. Это большая проблема, как организовать утром время так, чтобы ребенка успеть в школу отвезти на такое большое расстояние. Я самому еще уехать. В совместное решение администрации области и города – продолжить контролировать ситуацию в микрорайоне и самим подключаться, исправляя многочисленные огрехи проектировщиков. В частности, вопрос с транспортной недоступностью микрорайона на личный контроль взял глава Ульяновска. С 1 марта наше государственное ПТП-1 ставим 35-й маршрут, значит, он будет проходить как раз до этой улицы. Но и на этом не все. Большому микрорайону нужна и просторная дорожная сеть. В планах связать Волжские кварталы с остальной частью нового города четырехполосной трассой, строительство которой предварительно заложено в проект развития 2023-2024 годов. Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73. Временно. На следующий же день стройка снова зашумела и запылила. С 8 утра и до вечера работает кран, на объекте укладывают блоки. Напомним, в тесном дворе домов 10 и 10А по улице Хрустальной застройщик Каравашкин планировал возвести семиэтажный дом рядом с гаражами и газовой станцией. Проигнорировав мнение жителей и некоторые нормы СанПИН. Они начнут пользоваться нашей системой коммуникации. Нашей системе коммуникации более 30 лет. Наши дома под 40 лет. Вот когда они внедрялись, здесь были постоянные лужи, авралы. У нас отключали воду. В тесноте и обиде. Ведь помимо разрушенных коммуникаций, речь идет о безопасности. Подъезда для пожарных машин на объекте не предусмотрены. И именно поэтому отозвать решение о строительстве все же удалось. Радоваться рано. Впереди консервация, подразумевающая закрытие арматуры песком и бетоном. Застройщик пошел дальше. Возводит цокольный этаж. Надзорные органы не видят в этом никаких нарушений. Проводили проверку, соблюдение мероприятий по плану консервации. Привлекали специалистов управления архитектурой и градостроительства администрации города Ульянска и агентство государственного строительного жилищного надзора. Выезжали 10 и 11 числа. Нареканий со стороны экспертов нет, зато у жителей есть. Активисты нашли в предоставленных надзорными органами документах ошибку. Нам дали документ о данной консервации объекта, который был сделан 2 февраля 2021 года. То есть, либо сейчас документ является фальсификацией, либо вся консервация должна была закончиться в 2021 году. Застройщик говорить и тем более комментировать ситуацию отказывается. А в региональном госстройнадзоре сказать, откуда взялись такие даты в документе, тоже затрудняются. Возможно, они получили документ другой, не тот, который показывают жителям. Я не могу сказать сейчас, потому что при проведении проверок ни прокуратуры, ни нашим сотрудникам нарушений не было. У активистов закралась мысль о возможной коррупции. Процесс консервации, который должен был закончиться залитой бетоном арматурой, и это подтверждали в прокуратуре, перешагнул новый этап. Попавшие в руки жильцов документ – фальсификация. Вопросов много, и по мнению жителей, следственным органам пора подключиться к этой долгоиграющей истории. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Полиция задержала незаконных мигрантов в Чердоклинском районе. Установлено, что граждане из стран ближнего зарубежья трудились в качестве подсобных рабочих без разрешительных документов, нарушая тем самым действующие нормы миграционного законодательства. Всех задержанных привлекли к административной ответственности по статье 18.10 КОАП РФ. Отрядам СОБР и ОМОН Росгвардии в Ульяновской области присвоены имена. По инициативе Главного управления полиции и спецназначения Росгвардии региональный отряд СОБР отныне именуется «Пламя», а отряд ОМОН – «Симбир». Личный состав подразделений поздравил начальник управления Росгвардии в Ульяновской области полковник полиции Игорь Абашкин, который отметил профессионализм и качество выполняемых отрядами задач, а также значимость события для истории ведомства. В Ульяновске ждут продолжения судебного процесса по делу массового заражения курсантов Суворовского училища, которое произошло в 2019 году. В подозреваемых инженер-технолог училища и заведующая производством фирмы-поставщика продуктов. Их обвиняют по 238-й статье Уголовного кодекса за оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Защита упирает на то, что причиной заражения стали бродячие собаки, с которыми якобы тесно контактировали курсанты. Первое заседание состоялось в начале февраля, следующее назначат, как только судья вернется к исполнению своих обязанностей после больничного. Сидеть за партой героя для учеников школы номер 46 – большая честь. Ее удостаиваются только самые активные и успешные в учебе, спорте или творчестве. Среди первых – Александр Захаров. Торжественно клянусь чтить память наших героев, быть патриотом России, быть честным и справедливым, быть образцом в учебе и дисциплине, вести здоровый образ жизни, с гордостью сидеть за партой героя. Клянусь, клянусь, клянусь. Парта героя – не просто ученический стол. На ней размещены фотографии, факты из жизни и награды великого земляка Ивана Семеновича Полбина. Чтобы знать о герое побольше, достаточно достать свой смартфон и навести его на QR-код, который расположен вот здесь, прямо на парте. Отсканировав его, сразу переходишь на официальный портал, где размещена биография и история подвига. Советский военачальник, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза. В честь Ивана Полбина в 46-й школе из года в год устраиваются различные мероприятия, чтобы молодое поколение не забывало о подвигах своего соотечественника. Каждый год мы ставим… у нас происходят уроки мужества. Урок мужества, который посвящен патриотическому движению и Полбину. У нас есть целый сценарий, который разыгрывает театральная группа с жизнью Полбина, с его гибелью и так далее. У нас, если вы увидите, сейчас в музее хранятся письма, которые он писал жене и так далее. Дети проникаются его судьбой. Парты, посвященные заслуженным людям, вошедшим в историю Отечества или героям нашего времени, появляются в школах по всей области. На данный момент у нас открыты уже 40 парт, и в этом году мы намерены присвоить и открыть 23 парты в образовательных организациях по всей области. Вот так просвещать молодежь и сохранять историческую память в Ульяновске и по всей России продолжат и дальше. Проект «Парта-героя» – бессрочный. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Это достаточно небольшой возраст. Я думаю, для оркестра это такая дата, когда он уже совершеннолетний, но и в то же время еще пока что молодой коллектив. Я думаю, что его ждет абсолютно блестящее будущее. И в прошлом у коллектива две прекрасные десятилетки успешных выступлений и гастролей. Сотрудничество с известными дирижерами и солистами. По 15 новых концертных программ в год. А еще участие и победы в заметных фестивалях федерального значения. Причем самых престижных. Звонит директор фестиваля «Спасская башня» и приглашает нас участвовать. Я говорю, погодите, но мы не дефилируем, у нас концертное оркестр. Не беспокойтесь, мы для вас площадку определим, вы будете работать. Просто очень хорошие отзывы. Я считаю, что это у оркестра был последний такой пик. Потому что лучшего этого фестиваля у нас пока в России нет. С тех пор, как созданный заслуженным артистом России Николаем Булатовым оркестр до 2002 года, принадлежащий Ульяновск водоканалу, стал официальным коллективом областной филармонии, с ним активно работают многие российские композиторы. Это во многом предопределило создание на базе державы в 2016 году Ульяновского регионального отделения Ассоциации духовых оркестров России «Духовое общество». Думаю, что у этого оркестра прекрасное будущее с этим дирижером, потому что он, насколько я знаю, знакомый с программой, он не останавливается на традиционных композиторах, он обращается и к современным композиторам, и не только России. Также последние два года под руководством Кирилла Ильина держава не чужда экспериментов. А в самое ближайшее время коллектив намерен пойти еще дальше и выйти на международный уровень. Нас приглашают на два фестиваля, которые будут проходить на Мальте и в Испании. Вот я пока по этому поводу еще не общался с руководством, но я очень надеюсь, что мы сможем поехать хотя бы на какой-нибудь зарубежный фестиваль. Я думаю, что это событие было бы такой вишенкой на торте в честь 20-летнего юбилея Оркестра. Я Слав Щедров, Юрий Химуин, репортер 73. Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарк. Приходите и вы только до 13 марта. ТК «Звезда» 0+. Сегодня к успеху приводят гибкие и актуальные IT-решения. Ставьте на инновационные и обкатанные технологии, а не на темных лошадок. Севен Групп. Технологии цифровизации. Здравур не сушка. Куры яйцами завалили. Суперцены в Светофоре. Голбаса вареная «Докторская» 142,90 за килограмм. Стиральный порошок «Бимакс» 6 килограмм. 299,90. Во всех магазинах Светофор. Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда. Закажите незабываемый букет в салоне цветов «Нимфа-73». Огромный выбор, доступные цены и доставка по всему городу. Телефон для заказа 44-45-45. С любовью к вам и вашим близким. «Нимфа-73». Забава. Товары для взрослых. Переулок Молочный, 1А, улица Генерала Мельникова, 6, проспект Ленинского Комсомола, 42. По данным сайта Гесметио, 22 февраля в Ульяновске пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура воздуха по области ночью 0, минус 4, днем от 0 до плюс 4 градусов. В городе температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем от 1 до 3 со знаком плюс. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. «Разговор». Увлекательные интервью с интересными гостями. Подробное обсуждение самых важных и острых тем. Каждый понедельник программа «Разговор» на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Репортаж. Быть на месте, видеть и знать, выяснить и найти, подтвердить или опровергнуть. «Репортер 73» всегда на месте событий, находит правых и виноватых. Каждый вторник на «Репортер 73» и на ОТР. Информационная программа «Реальность». Ежедневно самая актуальная и оперативная информация о жизни города и региона. Профессионально, доступно и правдиво. «Репортер 73» знает, как делать новости и что ждет зритель от реальности. Смотри на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Будь в курсе! Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР. Удивительные знакомства в проекте «Работа». Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе. Каждую пятницу на «Репортер 73» и на ОТР. «Будь здоров!» Тележурнал о медицине, спорте и здоровом образе жизни. В наших выпусках расскажем о новых технологиях и методиках лечения, уникальных специалистах и достижениях региональной медицины. Максимально просто ответим на сложные вопросы. Каждый вторник программа «Будь здоров!» На телеканалах «Репортер 73» и ОТР. Вы смотрите «Утро с репортером». В студии для вас работает Алена Никитова. И Андрей Сафронов мы продолжаем. Продолжаем, кстати, как ты вначале и обозначил весенние темы. 17 февраля в Ульяновске открылась выставка «Среди зимы. Раскроются цветы». Да, работать она будет в Литературном музее Дом Языковых и посвящена Году культурного наследия народов России. Экспозицию подготовили художественное отделение Ульяновской детской школы искусств номер 7 и народный коллектив «Творческое отделение ежики-художники». Посетитель увидит 50 лучших работ, учащихся разных возрастов и классов, которые выполнены в традиционных художественных техниках, таких как графика, классическая и декоративная живопись. Главная тема – цветы в творчестве. Юные творцы рассказывают через портреты героев народных сказаний, образы животных, обитающих рядом с человеком, натюрморты, состоящие из предметов народного быта и пейзажной зарисовки. Что примечательно, художники постарались отразить красоту родного края и человека, живущего в нем, а также многообразие народных сюжетов и образов. Тему культуры продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. Как не приезжаешь в очередной провинциальный театр, первое, что слышишь, это музыку. Мельчай! Провинциальный театр, Мельчай! Известный артист театра и кино Александр Дьяченко – один из немногих своих коллег, кто актерское образование получал в США. В Ульяновске, где Александр Станиславович побывал с антрепризным спектаклем «На одном дыхании», актер расставил все точки над «и» относительно разницы между российской и американской театральными школами. Да нет ее, этой разницы принципиально. Такой уж принципиально ее нет. Глобального отличия – это одно и то же ремесло, на самом деле. Просто если говорить о школах, ну вот была школа, есть до сих пор, существует школа Станиславская. Ли Страсберг, известный американский основатель американской версии школы Станиславского, был на его репетициях, присутствовал, уехал в Америку. И на основе того, что он впитал для себя на репетициях у Станиславского, он создает целое учение. Там популярно тренерство, так называемое. И тренерство, ну как у нас это называется, коуч, да, актинг коуч, то есть актерский тренер. Актерская карьера Дьяченко в России началась с культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2», где он сыграл братьев-близнецов Громовых, охранника Константина и хоккеиста Дмитрия. Простили ли вам помогло сыграть одного из братьев в ваше хоккейное прошлое? Да, конечно. И с точки зрения нахождения в кадре, с точки зрения организации у тех съемок, которые у нас были, связаны с хоккеем, это все, конечно, имело место быть. То есть эта сцена, когда вас загоняют снова играть, вы знали, как там процесс построен, да? Ну, я непосредственно договаривался о том, чтобы это было на этом стадионе, с этой командой. Я разговаривал с генеральным менеджером. Я находился в мире хоккея в тот момент, и мне это очень серьезно помогало. О знании психологии русско-американцев. Он там очень точно ваш персонаж, американский, именно поместил. Ну, конечно. У меня перед глазами было огромное количество ребят русских, которые там донашивали последние калоши еще вчера. А сегодня уже их повезли по всем самым модным магазинам, потому что задача стояла купить как минимум пять костюмов Армании, либо Бриони, им нужно было покупать уже дом, им в качестве подписного бонуса вывозили красный Феррари и так далее. Психология ломалась так, что люди видоизменялись очень ярко. А еще в этом году исполняется 10 лет созданной Александром музыкальной группе «Антиго», в которой он играет на гитаре и поет. Музыка всегда была со мной с детства еще, и она льется из меня. У меня есть инструмент, на котором я играю гитара, но я не гитарист. Я играю, я придумываю на ней просто. Потом уже играют другие. И даже не пытайтесь спрашивать, что важнее для меня в жизни – музыка или актерство вообще. Это даже не рассматривается. Кого бы ни играл в кино Александр Станиславович, его герои – настоящие герои и настоящие мужики. Поэтому поздравление от него с наступающим праздником будет как нельзя кстати. Хотел бы поздравить мужчину Ульяновска с прекрасным праздником, с Днем Защитника Отечества. Хотел бы пожелать мужественности, хотел бы пожелать самодостаточности. Хотел бы пожелать каждому мужчине, чтобы его сердце было на месте, чтобы за этим сердцем ухаживала прекрасная женщина. Очень актуально будет пожелание здоровья также. Дорогие мужчины, мужики, еще раз с праздником, с Днем Защитника Отечества. 20 февраля большим юбилейным концертом отметил свое 20-летие Ульяновский государственный духовой оркестр державы Для оркестра это такая дата, когда он уже совершеннолетний Но и в то же время еще пока что молодой коллектив Я думаю, что его ждет абсолютно блестящее будущее Чем больше мы будем помогать культуре, тем меньше будет в мире без культуры Я хочу понравиться каждому зрителю, хочу, чтобы всем понравилось Я стараюсь честно работать и принести людям какую-то радость, какую-то добро Актер театра и кино, звезда популярного телевизионного комедийного скетч-шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков Участник антрепризного спектакля «Чужих мужей не бывает», который ульяновцы увидели 17 февраля Я стараюсь участвовать в антрепризах, которые звучат гордо Потому что уже очень сложно трететь антрепризы, которые были в 90-х годах, когда приезжали, ставили стул И вокруг него вскакали в своих костюмах Сейчас приезжают люди с декорацией, какие-то костюмы, не знаю, учат текст Как минимум трезвые на сцене, поэтому я в таких антрепризах участвую Это часть моей работы, часть моей профессии И я стараюсь, предлагаю пока иметь все усилия, чтобы честно там работать, достойно, чтобы людям было интересно Один из известных мастеров телевизионного юмора, Андрей Альбертович, по жизни относится к легкому, веселому жанру без фанатизма Это обычное дело Я обычный В чем-то даже травиален Поэтому я не феерю так по улицам, не скачу нормально все Дизайнер одежды простая профессия или сложная, на твой взгляд, Арина? Ну, я, наверное, думаю, что скорее сложная, но нужно чутко управлять трендами и желаниями людей Уметь адаптироваться под современные условия Абсолютно с тобой согласен При этом некоторые вовсе выводят свои творения на новый уровень при помощи инженерии и программирования Даже так? Ну, например, одни из дизайнеров создают двигающиеся одежды Когда человек поет или танцует, то и одежда движется вместе с ним Здесь мы говорим немного, конечно, о другом Но в его произведениях удивительным образом припрятаны двигатели, которые приводят в движение некоторые элементы Благодаря которым, например, складывается впечатление, что платье в прямом смысле дышит Очень интересно, сколько времени он проводит за чертежами или эскизами Я, конечно, не знаю, но вот какое слово сюда больше подойдет? В любом случае, если человек умеет рисовать, то и сделать это проще А значит, продолжаем учиться, друзья, творить художественные шедевры с помощью нашей рубрики «Стиль» Доброе утро, дорогие друзья! С вами репортер рубрика «Стиль» Меня зовут Дания, и сегодня очень тематическая картинка будет Вот такие самолеты к 23 февраля Делается такая открытка очень просто, ее сможет повторить даже ребенок Для этого вам понадобятся краски, вода, кисти, можно двумя размерами, средняя и большая Стерка, карандаш и трафареты Их можно сделать от руки Вот такие трафареты Я сделала трех видов Это нам нужно для того, чтобы обвести наши самолеты на бумаге Мы берем один самолет Берем карандаш, кладем его на бумагу И обводим Я уже сделала пару самолетов, чтобы было наглядно, какой итог у нас получится Вот так вот обводим Здесь у меня нарисованы уже четыре самолета Вот такой вот узкий Вот такой есть То есть вы видите, да, они все три, они все разные Вы можете сделать также не только самолеты, но и танки, различную технику военную Чтобы передать войско, в котором служил ваш муж, отец, дедушка и кто угодно Брат, возможно Дальше мы возьмем среднюю кисть И возьмем синий цвет Я беру такой глубокий синий Напоминающий цвет океана такого То есть есть ультрамарин Это такой ярко-синий, который обычно используют в одежде А я беру вот такой вот Видите, он прям темный Беру его И начинаю раскрашивать Наши самолеты Чем больше воды вы будете использовать Тем прозрачнее будет краска Поэтому если вы хотите сделать насыщенного цвета самолеты То берите больше краски и меньше воды Чтобы все это сделать аккуратно, я советую положить бумагу на стол И не торопиться, самое главное Потому что сейчас так получается, что все принты, все логотипы Они делаются на компьютере И наш глаз уже очень чувствителен к каким-то неидеальностям в картинке Поэтому нужно постараться, чтобы очень ровно зарисовать контур Так, один самолет у нас готов Переходим к второму Такие открытки очень хорошо Что делать вместе с детьми Так как сейчас мы знаем, что многие работы в школе делаются Ну, как бы делаются с родителями Поэтому если вам вдруг в школу нужна будет открытка Это будет отличным примером Посередине у меня есть самолет И можно все самолеты сделать синими А его, например, красным Вообще все в вашей фантазии Главное Подаваться этому креативу И не бояться его Вот такая замечательная открытка У нас получилась Вы можете ее сложить пополам И подарить своему близкому молодому человеку Или папе, повторюсь Или мужу, парню И всего вам доброго До скорых встреч Доброе утро! Мы продолжаем Спорт Это всегда прекрасно Не только по утрам И не только спорт профессиональный Впрочем, наш сегодняшний гость Я думаю, согласится с этим высказыванием А может быть и нет Давайте передадим ему слово Сегодня у нас в гостях Евдокимов Алексей Старший пожарной Второй пожарно-спасательной части Победитель массового забега Лыжня России 2022 Алексей, доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, я начну со слов поздравлений Это здорово! Вы победитель Массовый забег Был весьма масштабным Кстати, юбилейным С роковой по счету забег Я вас поздравляю! Спасибо большое! Ну вот как это Быть победителем Такого массового мероприятия Спортивного И как это Вообще Связано с вами Почему такой вид спорта В общем, интересно все Ну вообще, как бы Пожарная охрана И спорт Это неразделимо Потому что Если ты не будешь Физически развитым Ты не будешь там Служить в пожарной охране Но вообще Если взять конкретно Вот прошедшую Лыжнюю России Да, я выиграл Массовый забег Где участвуют любители Непрофессионалы Хотя являюсь и победителем Первый раз, когда проводилось У нас В Ульяновской области В 2007 году Я выиграл Профессиональный забег Потому что В пожарную охрану Я попал через спорт То есть благодаря спорту Так То есть Сам я был Ну профессиональным спортсменом Занимался Лыжными гонками Впоследствии Биатлоном Выполнил норматив Мастера спорта Ух ты Послушайте Любитель Ну ничего себе Нет, ну отошел Это было в прошлом Если взять Вот прям Профессиональную деятельность То есть Любитель считается Человек Который не участвует В соревнованиях Рамках Там чемпионата страны Более трех лет То есть Как бы у меня не то что Выдержка Больше прошла Уже не только три года Ну вот да Вы попали В пожарную охрану Через спорт Как это все Произошло Занимался Лыжным спортом Лыжными гонками И как бы Тренер Предложил Выступать За общество Динамо В то время Это 1997 год Был еще УГПС Отдельно не МЧС Ему То есть Как бы Удается поддерживать Спортивную форму Вот кстати Готовясь К нашей встрече И читая Ваш комментарий После вашей победы В массовом забеге Я Такие слова Для себя отметил Вы там говорите Что Очень надеюсь И рассчитываю На то что Вот физическая форма Которая приобретается Вот В процессе подготовки К забегу И вообще В процессе забега Она мне Поможет В моем Непосредственном деле В моем профессиональном служении Да На посту пожарном Вот Правильно Как бы сказали На самом деле Я не представляю Людей Которые не занимаются Физическими упражнениями И например Служат пожарной охране Ну мне кажется Таких Очень мало Потому что Например Учения Ну не всегда пожары Бывают там На высотных домах Например на учениях Чтобы подняться на 12 этаж А мы же идем И в экипировке С изолирующим аппаратом Да конечно С нами еще рукава То есть Неподготовленный человек Просто зайти на 12 этаж Уже тяжело Иной раз идешь И думаю Как же идут ребята Которые Например Ну невыносливые То есть Обязательно надо заниматься И вот я говорю В нашей части Руководитель Поддерживает это дело То есть у нас проходят Турниры по волейболу Которые он организовал И это очень приятно То есть мы между караулами Боремся за кубок Вроде сначала Перед мероприятием Все такое вроде Шуточное Шуточное Но когда начинается Соревнование Это Все по-настоящему И судью на мыло Там и все Ну очень жестко Ну а как вообще Это сочетается Служебная обязанность И процесс подготовки Тренировки Как это все Регулируется В плане графиков Даже В плане графиков Ну в принципе Как бы Я являюсь пожарным То есть Моя работа Стоит Это сутки через трое То есть Сутки мы Работаем И трое Посвящаем Там как бы Отдыху И своим хобби Ну как бы Вот хобби у меня Это тренерская деятельность То есть Как бы Занимаюсь детишками Тренирую И вот если взять Пророжную Россию То есть Я еще помогал Судить соревнования И у директора гонки Спросил разрешение Можно ли судья Участвовать в соревнованиях На что он сказал Ну как бы Пожалуйста Можно А говорит Все у вас готово Я говорю Ну да Меня учителю Спрашивал То есть Говорил Главный судья Должен распределить Обязанность Судьи Заранее То есть Если все готово Пожалуйста Участь Для себя Конечно Мне было очень приятно Победить Честно скажу Ну послушайте А вот в качестве Судьи Это впервые Да Ну да Депутировали Ну я Нет Судил раньше А раньше Да Я судил Как бы Помогаю судить Соревнования Ну В этом году Больше стою на лыжах Как бы Ну как я уже сказал Что для меня Это был профессиональный Спорт А вот что Алексей Для вас здесь Важно Это победа над собой Это вот Физическая форма Или это еще и Хороший пример Для тех Кто идет за вами Профессию Или вот Дети Которых вы тренируете Ну вообще Любое физическое упражнение Это Ну полезно для здоровья То есть Я считаю Что каждый должен двигаться И именно вот Виды спорта На выносливость На свежем воздухе Не обязательно лыжи Тот же самый бег Сейчас ходьба с палками Там Финская ходьба То есть Двигаться надо обязательно Обязательно Но вот завершится сезон зимний И что тогда И как же поддерживать форму Как же лыжня России Следующего года Ну готовиться будем Во-первых У нас так же проходят Это тренировки Прямо в подразделении Делаем А так велосипед Бег Пожалуйста Места есть Сфиновской рощи Вышел Побегал То есть Может Все очень здорово Когда еще и руководство Поддерживает А вот такие начала Ну как я уже сказал Что да А коллеги Вот коллеги Как они Коллеги Ну Проводят соревнования Например Даже как бы Разговор внутри караула Как бы Поддерживают Приводят и своих детишек На соревнования То есть Но они видят Что в нашем карауле Например Если взять я сам С второго караула То есть Есть человек Который увлеченный спортом Коллеги приходят Также на соревнования Иногда вместе Тренируемся Бегаем То есть Есть такое Ну вот С вашего позволения Мы перейдем Вот так уж совсем К профессии Основательно вашей Вот современный пожарный Ну понятно Что физическая подготовка Физическая форма Это ну По умолчанию Должно быть понятно Что должно быть У пожарного Любого поколения Любых времен и народов Как говорится А вот Что все-таки Еще можно вот Отметить Такое базовое Ключевое Что должно быть Ну пусть у современного пожарного Все-таки Мы говорим Здесь и сейчас Ну если взять В общем Это коллектив То есть Если не будет Сплоченный коллектив То есть Никакой лучший пожарный Худший пожарный Он Ну Ничего не сделает То есть Все зависит От коллектива И в первую очередь Я уже повторяюсь От руководителя То есть Как поставит Руководитель Для караула Караул сплаченный И выполняет Любую задачу Подставлен А вот что вы имеете ввиду Команда Коллектив То есть Что это Взаимопонимание Взаимовыручка Как это Небанально звучит Подставить Плечо В трудную минуту Как бы Подменить Всякое бывает То есть Заменяем друг друга В этом году Например Снегопады Например Стоят в карауле Кто-то там По кухне идет Кто-то по помещению Они быстро Свои обязанности Выполняют И так же Идут на выручку Чистить снег Потому что Площадя большие Например В части И друг другу Помогаем И вот это Ну А современные технологии Как-то затрагивают Ваше дело сейчас Вы имеете ввиду Ну Сейчас цифровизация Технологии Всевозможные Новые Может быть Техническое Оснащение Как-то поменялось Его приходится Вот сейчас Как-то осваивать И Преодолевать Какие-то трудности По мне Как бы Нас пожарных Это сильно не коснулось Я думаю Что руководство Это караул То есть Начальник караула То есть Я считаю Что очень много Лишнего сделали Для них Потому что Очень обложили Их бумагами Хотя говорят Цифровизация Но все равно Бумажный носитель Никто не отменял И приходится сначала Потом Эти все цифры Переносить В компьютер Ну Это мое мнение И я его никому Не навязываю Ну Понятно Понятно Ну То есть Ну Я думаю Много лишнего Все-таки Было попроще Как бы Когда Более свободны Были начальники Караулов Сейчас у них На их плечах Очень много А вот Да Я понимаю А чем Еще За него Смотрите Вот пожарные Ну Понятно Что когда Какое-то Чрезвычайное Происшествие Будем так называть Когда Какой-то Вызов Понятно Вроде бы Как Чем должен Заниматься Пожарный Понятно Что спорт Да Вот Замечательно Что есть Такие Ну Увлечение Порой Переходящее Это пожарные Это пожарные Это обычные люди Ну а разве не всегда На посту Разве не всегда Готов Помимо того Что мы Сутки дежурим Например Через сутки Мы стоим В резерве То есть В любое время Нам позвонили То есть В течение Двух часов Мы должны Прибыть В подразделение И быть готовы Нести службу То есть Такое случается Обычно Это весенний Период Потому что Идет Пол травы И Ну Меняем Друг друга Как-то так Анекдот же есть Вот как бы То что Пожарная охрана Это вроде хорошо Но как пожар Хоть увольняйся На самом деле Когда говорят Что вот пожарные Только спят Такого нет Потому что У нас также есть Учение Всегда перед разводом Мы заступаем Нам доводят Какие у нас будут Занятия То есть У нас помимо того Что физически Упражнений Также мы Учимся Вязать Веревки Там Лазить Там По башне Трехколенка Штурмовка Все как бы Это делать Нормативы Конечно да Нормативы принимаются Ну Нет такого Чтобы мы просто пришли И Ковырялись пальцем на носу Ну а праздничные дни В конце концов Например Есть такое понятие Праздничный День у пожарного Не сработает Понятно что Любой праздник Это для пожарного Наверное Повод Быть на страже Это обычный день То есть Дополнительно В этом году Наш караул Выпало дежурить На Новый год То есть мы дежурили С 31 на 1 Первое То есть Это обычный день Да конечно У нас был стол То есть Принесли из дома Там салаты И Так же Встретили Праздник Желаю Замечательном Массовом забеге Ложня России 2022 Спасибо Алексей Взаимно Друзья Напомним что в гостях У нас сегодня был Евдокимов Алексей Старший пожарный Второй пожарно-спасательной части Победитель Массового забега Ложня России 2022 Это утро с репортером Мы продолжаем Кровли, фасады, системы кондиционирования, раздевалки и сауны В 11 спортивных школах города в этом году завершат текущий ремонт Кроме этого приведут в порядок системы водоснабжения, канализации и сигнализации Всего же в 2022-м ульяновские спортшколы на ремонт получат 70 миллионов рублей А 25 из них направят в школу имени Дмитрия Разумовского 11 миллионов потратят на монтаж системы кондиционирования, ремонт вентиляции в спортшколе «Фаворит» На капремонт спортивного зала «ФОКО «Фаворит» и на ограждение территории спортивного лагеря «Ласточка» 2 миллиона достанется спорткомплексу «Новое поколение» на ремонт системы вентиляции, аварийного розлива, водоснабжения, теплового узла, душевых И раздевал 6 миллионов пойдет на кровлю, отопление и видеонаблюдение в спортшколе номер 6 Фасад кровли и капремонт спортивной школы «Юность» потребует 4,5 миллиона Около 3 миллионов направит на спортшколу «Борец» на улице Пушкинской А тему спорта и здорового образа жизни, пусть и без таких серьезных сумм, продолжат в нашей традиционной рубрике «ЗОЖ» Всем привет! Сегодня мы будем делать очень полезное упражнение для области таза Для этого нам нужно будет опуститься вниз спиной на коврик Давайте! Итак, когда мы легли на спину, мы прижимаем поясницу к полу Стопа идет к стопе, а колени мы разводим в стороны И здесь важно контролировать, чтобы поясничный отдел не поднимался от пола наверх, а был прижат Да, скорее всего, ваши бедра поднимутся наверх, но зато поясница будет полностью прижата к полу И тогда весь позвоночный столб будет вытягиваться В этот момент мы с вами начинаем давить пятками друг на друга, колени разводим в сторону Вдох, живот надувается, выдох, живот сдувается, дыхание оставляем прежним А вот здесь мы можем увеличить нагрузку путем давления наших рук на бедра Но в этот момент не забывайте про пятки Пятками давите друг на друга Лучше давить пятки на выдохе, а на вдохе все-таки давать чуть-чуть телу расслабиться Если поясница чуть приподнимается от пола, постарайтесь вернуть ее на место Можно еще увеличить ощущение, убрав руки за голову и вытянув бока и позвоночный столб И в этом положении мы с вами начинаем делать несколько дыхательных циклов Вдох носом-животом, а на выдохе живот сдувается И в момент выдоха мы давим с вами пятками друг на друга Это положение очень полезно всем, особенно женщинам В период критических дней рекомендую выполнять это упражнение каждый день Можно несколько раз в день Беременным оно также очень полезно И после пяти-семи циклов дыхания вы почувствуете, что ваши бедра пойдут ниже Я вам рекомендую расслабить ваши бедра Опустить руки на живот, закрыть глаза И еще два-три дыхательных цикла просто побыть в расслабленном положении Расправив колени в стороны После того, как вы закончите Мягко, аккуратно приподнимайте бедра с двух сторон с помощью рук Поставьте стопы на пол И поднимайтесь Благодарю вас за практику Всем пока! Андрей, вот такой вот вопрос Скажи, есть ли у тебя в Ульяновске, например, какое-нибудь любимое место? Любимое место? Ну, на самом деле, их очень много, но если уж совсем любимое, это берег Волги, Ален Даже так? Ну, конечно! А легко ли до него добраться? Я просто в Ульяновске живу совсем недавно, поэтому немножко не знаю Ну, знаешь, бывает порой тяжеловато, но это того стоит Хорошо, хорошо, ну, например, тогда я неспроста подняла эту тему Доступных, да, доступных и, самое главное, красивых точек региона, так сказать В этом году продолжится ремонт дорог к туристическим местам Я тебя понял, например, в прицеле у дорожников Ремонт участка трассы по маршруту в город Болгары Улич на дорожной сети Старая Майна, Матвеевка, границы области Аристовка, Жидяевка протяженностью более двух километров Работы, часть национального проекта, безопасные и качественные дороги Да, его цель – снижение смертности в результате дорожных аварий А также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения Соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50% Рубрика о главном продолжит утренний эфир Новый тренд российского практического научпопа – соревнования в виртуальности С этого года на цифровые поля выходят роботы С реальными задачами адаптируют оффлайн-формат в онлайн-режим Команда Ульяновского технического университета Проезд лабиринта, ориентируясь на дорожные знаки и сигналы светофора Затем преодоление скоростного участка и, наконец, парковка В соревнованиях по робототехнике ульяновские спортсмены не раз становились лидерами В 2020 году очные соревнования впервые пришлось отменить Именно тогда у ульяновских разработчиков из технического университета Родилась идея создать виртуальный полигон На котором дети и подростки со всей страны смогут практиковаться и соревноваться В написании управляющих программ для роботов Здесь возникает несколько дополнительных задач Первая – это проектирование полигона Вторая – разработка робота Третья – разработка средств автоматической проверки заданий Когда программы запускаются автоматически, тем самым роль судей заключается в том, чтобы удостовериться в том, что все прошло хорошо А правильность выполнения заданий также проверяют алгоритмы Сегодня команда из преподавателей и студентов УЛГТУ работают над созданием платформы для проведения робототехнических соревнований в виртуальной среде Сцены и самих роботов создают организаторы Участникам необходимо разработать код управляющей программы для них в условиях, заданной соревнованиями среды Наша задача – сделать среду симуляции как можно более реалистичной Для этого нужно изучить реальные модели, например, разные виды роботов, в том числе и настоящих автомобилей Чтобы можно было симулировать как можно более точно В отличие от точных соревнований, где полигон один на всех в онлайне, у каждого будет индивидуальный Отличаться они будут в том числе по уровню сложности Это у нас трасса По трассе будет запущена как и навстречу, так и по движению Транспортные средства И нужно написать такой код, который сможет их объезжать в автоматическом режиме, не создавая дорожно-транспортных происшествий Все участники смогут принять участие в соревнованиях Второе – им не нужно будет заниматься очень сложной настройкой соответствующего окружения по робототехнике Третье – эти соревнования могут быть очень массовыми Потому что одновременно могут принять участие несколько сотен команд из разных уголков России Причем значительно снижаются требования к этим самым командам Поскольку соревнования в робототехнике подразумевают закупку дорогостоящего оборудования В этом случае закупать ничего не нужно Нужно просто в среде браузера зайти на платформу для соревнований И принять участие, написав соответствующий код управляющей программы для роботов Первые соревнования запланированы уже на осень 2022-го Принять в них участие, не выходя из дома, сможет любой желающий школьник или студент Екатерина Терещенкова, Сергей Ребухин, репортер 73 Андрей, вот ты с самого утра своей наступающей весной прям сбил все зимнее настроение И при этом, мне кажется, ты кое о чем забыл Да ты что, ну это о чем же я позабыл, Алё А о том, что праздник еще один зимний остался Ммм, точно! Вот тебе и точно, кстати, что бы ты хотел получить на 23 февраля А разве все варианты, Алё? Стандартный набор, в конце концов, никто не отменял Варианты есть всегда, Андрей Тем более, что специалисты провели опрос и выяснили, что мужчины хотят на праздник И что женщины готовы им дарить Так-так-так, ну и что же там? Большинство женщин в этом году планируют дарить мужчинам дезодоранты и пену для бритья Ох, ну как же это предсказуемо! Да, к сожалению, но на втором месте Одежда и обувь на третьем подарочные сертификаты А на четвертом уютно примастились товары для спорта Ну уже интересно, а мужчин-то спросили, кстати, в этом вопросе? Естественно, естественно, и они ответили, что не против таких подарков Но большинство хотели бы получить новый гаджет, например, смартфон или даже ноутбук Я так понимаю, у женщин ни одного попадания, да? Ну, не совсем Например, 31% опрошенных мужчин отметили, что с удовольствием примут в дар средства для ухода Так что шах и мат, пена для бритья, дезодоранты, лосьоны тоже в топе Ну что ж, как говорится, поживем-увидим, подарки получим А пока расскажем о других интересных темах из жизни города и области С 10 по 13 февраля в Ленинградской области прошла единственная в мире снежно-ледовая внедорожная гонка «Россия-Северный лес» Это соревнование открыло Кубок мира по бахам А еще участники «Северного леса-2022» могли подать заявки и попробовать свои силы в первых этапах Кубка Евразии и Чемпионата России по ралли-рейдам В последнем, кстати, не последнее место завоевала ульяновская команда УАЗ «Спорт», пилоты которой поднялись на третью ступень пьедестала почета От снежных трасс Ленинградской области к каменистым пустыням Иордании Куда сразу после северных стартов отправились участники Кубка мира Мы находимся в Ордании, вблизи города Акаба Это второй этап Кубка мира по бахам Первый прошел на прошлой неделе Поэтому нам пришлось, не заезжая домой, быстро взять и теплые вещи, зимние пуховики, куртки и шорты В общем, мы в Ордании Первый гоночный день бахи и Ордания состоял из двух секций Протяженностью 232 и почти 82 километра соответственно Спецучасток проходил по живописной пустыне Вадирам Настрой на гонку боевой Мой пилот Салих Аль Саиф уже участвовал в этой гонке в прошлом году Я, к сожалению, не люк счастью впервые здесь, в Ордании Здесь очень красивые пейзажи, но по рассказам других штурманов Двигаться здесь очень сложная Первый гоночный день начался с драмы Главный претендент на победу, пилот из Саудовской Аравии Езид Аль Раджи сломал задний привод На ремонт которого потратил два часа и уже не смог отыграть упущенное Другого лидера, чеха Мирослава, заплетало Финишировавшего в итоге четвертым, подвела навигация Победу же праздновал экипаж Салиха Аль Саифа и его штурмана Егора Охотникова Форт видели, форт из Чехии, экипаж Мы с ним один раз менялись Была такая картинка, там фост безопасности был И огромный-огромный, я не знаю, ну прям вот очень большой Ну это все естественно каменные скалы Огромный спуск вниз, прям вот стояли рядом, было страшно И там мы как раз застали экипаж из Чехии на Форде Они что-то крутились, может быть искали подъезд, может быть они точку не взяли В общем мы проехали Перед зоной нейтрализации мы финишировали перед ними Стартовали перед ними, потом я промахнулся Так вот опять поменялись, но финишировали мы первые Во второй день экипаж Аль Саифа и Охотникова сумел удержать набранный темп И пусть они финишировали вторыми, уступив лидеру 4 минуты 26 секунд Это позволило команде не просто одержать победу в своем классе Т3 Но и вписать имена в историю ралли-рейдов Впервые экипаж, выступавший на ССВ, занял первую строчку в абсолютном зачете этапа Кубка мира Картину дня дополнят региональные новости В эфире информационная программа «Реальность» Сложности в микрорайоне «Волжские кварталы» начались еще во время строительства Подрядчик показал свое наплевательское отношение, регулярно срывая даты сдачи домов В итоге региональному правительству пришлось в ручном режиме налаживать процесс Результат не заставил себя ждать Все положенные объекты достроили к октябрю 2021 года Дома были введены в эксплуатацию И те квартиры, которые передавали жильцам без отделки, были переданы Те квартиры, которые передаются полностью с готовой отделкой Застройщик заключил договора подряда на выполнение данных работ И по договору подряда он планирует передать данные квартиры уже полностью отделанными В конце марта этого года Есть где жить, хорошо, плохо, что инфраструктурой застройщик не озаботился Нет тротуаров, спортивных площадок, школы О комплексной застройке часто и много говорится на различных совещаниях Муниципального и даже регионального уровня Представители стройфирм кивают, подтверждая Да, это важно, современный город должен обладать всей социальной инфраструктурой На деле по-настоящему комплексная застройка получается далеко не всегда У меня ребенок сейчас ходит в садик, мы могли бы пойти в следующем году Но мы на год еще останемся в садике Потому что школа-то два, если пешком идти, там больше двух километров Получается, это мимо стоянок, мимо рынка идти, переходить Два пешеходных перехода здесь у нас не пропускают, потому что светофора нет И, конечно, это проблема Это большая проблема, как организовать утром время так, чтобы ребенка успеть в школу отвезти На такое большое расстояние не смогу еще уехать В совместное решение администрации области и города продолжить контролировать ситуацию в микрорайоне И самим подключаться, исправляя многочисленные огрехи проектировщиков В частности, вопрос с транспортной недоступностью микрорайона на личный контроль взял глава Ульяновска С 1 марта наше государственное ПТП-1 ставим 35 маршрут Значит, он будет проходить по этой улице Но и на этом не все Большому микрорайону нужна и просторная дорожная сеть В планах связать Волжские кварталы с остальной частью нового города четырехполосной трассой Строительство которой предварительно заложено в проект развития 2023-2024 годов Анна Чайникова, Юрий Давыдов, репортер 73 Временно. На следующий же день стройка снова зашумела и запылила С 8 утра и до вечера работает кран, на объекте укладывают блоки Напомним, в тесном дворе домов 10 и 10А по улице Хрустальной Застройщик Каравашкин планировал возвести 7-этажный дом рядом с гаражами и газовой станцией Проигнорировав мнение жителей и некоторые нормы СанПИН Они начнут пользоваться нашей системой коммуникации Нашей системе коммуникации более 30 лет Наши дома под 40 лет Вот когда они внедрялись, здесь были постоянные лужи, авралы У нас отключали воду В тесноте и обиде, ведь помимо разрушенных коммуникаций Речь идет о безопасности Подъезда для пожарных машин на объекте не предусмотрены И именно поэтому отозвать решение о строительстве все же удалось Радоваться рано, впереди консервация, подразумевающая закрытие арматуры песком и бетоном Застройщик пошел дальше, возводит цокольный этаж Надзорные органы не видят в этом никаких нарушений Проводили проверку, соблюдение мероприятий по плану консервации Привлекали специалистов управления архитектурой и городостроительства администрации города Ульянска И агентство государственного строительства и жилищного надзора Выезжали 10 и 11 числа Нареканий со стороны экспертов нет, зато у жителей есть Активисты нашли в предоставленных надзорными органами документах ошибку Нам дали документ о данной консервации объекта Который был сделан 2 февраля 2021 года То есть либо сейчас документ является фальсификацией Либо вся консервация должна была закончиться в 2021 году Застройщик говорить и тем более комментировать ситуацию отказывается А в региональном госстройнадзоре сказать откуда взялись такие даты в документе тоже затрудняются Возможно они получили документ другой, не тот, который показывают жителям Я не могу сказать сейчас, потому что при проведении проверок Ни прокуратуры, ни наших сотрудников нарушений не было У активистов закралась мысль о возможной коррупции Процесс консервации, который должен был закончиться залитой бетоном арматурой И это подтверждали в прокуратуре Перешагнул новый этап Попавшие в руки жильцов документ Фальсификация Вопросов много и по мнению жителей Следственным органам пора подключиться к этой долгоиграющей истории Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73 Полиция задержала незаконных мигрантов в Чердоклинском районе Установлено, что граждане из стран ближнего зарубежья Трудились в качестве подсобных рабочих без разрешительных документов Нарушая тем самым действующие нормы миграционного законодательства Всех задержанных привлекли к административной ответственности по статье 18.10 КОАП РФ Отрядам СОБР и ОМОН Росгвардии в Ульяновской области присвоены имена По инициативе Главного управления полиции и спецназначения Росгвардии Региональный отряд СОБР отныне именуется «Пламя», а отряд ОМОН – «Симбир» Личный состав подразделений поздравил начальник управления Росгвардии в Ульяновской области Полковник полиции Игорь Абашкин, который отметил профессионализм и качество Уполняемых отрядами задач, а также значимость события для истории ведомства В Ульяновске ждут продолжения судебного процесса по делу массового заражения Курсантов Суворовского училища, которое произошло в 2019 году В подозреваемых инженер-технолог училища и заведующая производством фирмы-поставщика продуктов Их обвиняют по 238-й статье Уголовного кодекса за оказание услуг, повлекших по неосторожности Причинение тяжкого вреда здоровью Защита упирает на то, что причиной заражения стали бродячие собаки С которыми якобы тесно контактировали курсанты Первое заседание состоялось в начале февраля, следующее назначат, как только судья вернется К исполнению своих обязанностей после больничного Сидеть за партой героя для учеников школы номер 46 – большая честь Ее удостаиваются только самые активные и успешные в учебе, спорте или творчестве Среди первых Александр Захаров Торжественно клянусь, чтить память наших героев, быть патриотом России, быть честным и справедливым, быть образцом в учебе и дисциплине, вести здоровый образ жизни, с гордостью сидеть за партой героя Клянусь, клянусь, клянусь Парта героя не просто ученический стол На ней размещены фотографии, факты из жизни и награды великого земляка Ивана Семеновича Полбина Чтобы знать о герое побольше, достаточно достать свой смартфон и навести его на QR-код, который расположен вот здесь, прямо на парте Отсканировав его, сразу переходишь на официальный портал, где размещена биография и история подвига Советский военачальник, генерал-майор авиации, дважды герой Советского Союза В честь Ивана Полбина в 46-й школе из года в год устраиваются различные мероприятия Чтобы молодое поколение не забывало о подвигах своего соотечественника Каждый год мы ставим, у нас происходят уроки мужества Урок мужества, который посвящен патриотическому движению и Полбину У нас есть целый сценарий, который разыгрывает театральная группа с жизнью Полбина, с его гибелью и так далее У нас, если вы увидите, сейчас в музее хранятся письма, о которых он писал жене и так далее Дети проникаются его судьбой Парты, посвященные заслуженным людям, вошедшим в историю Отечества или героям нашего времени, появляются в школах по всей области На данный момент у нас открыты уже 40 парт и в этом году мы намерены присвоить и открыть 23 парты в образовательных организациях по всей области Вот так просвещать молодежь и сохранять историческую память в Ульяновске и по всей России продолжат и дальше Проект парта героя бессрочный Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73 Это достаточно небольшой возраст, я думаю, для оркестра это такая дата, когда он уже совершеннолетний Но и в то же время еще пока что молодой коллектив, я думаю, что его ждет абсолютно блестящее будущее И в прошлом у коллектива две прекрасные десятилетки успешных выступлений и гастролей Сотрудничество с известными дирижерами и солистами По 15 новых концертных программ в год, а еще участие и победы в заметных фестивалях федерального значения, причем самых престижных Звонит директор фестиваля «Спасская башня» и приглашает нас участвовать Я говорю, погодите, но мы не дефилируем, у нас концертный оркестр, не беспокойтесь, мы для вас площадку определим, вы будете работать Просто очень хорошие отзывы Я считаю, что это у оркестра был последний такой пик, потому что лучше этого фестиваля у нас пока в России нет С тех пор, как созданный заслуженным артистом России Николаем Булатовым оркестр до 2002 года, принадлежащий Ульяновск водоканалу, стал официальным коллективом областной филармонии С ним активно работают многие российские композиторы Это во многом предопределило создание на базе державы в 2016 году Ульяновского регионального отделения Ассоциации духовых оркестров России «Духовое общество» Думаю, что у этого оркестра прекрасное будущее с этим дирижером, потому что он, насколько я знаю, знакомый с программой, он не останавливается на традиционных композиторах Он обращается и к современным композиторам, и не только России Также последние два года под руководством Кирилла Ильина держава не чужда экспериментов А в самое ближайшее время коллектив намерен пойти еще дальше и выйти на международный уровень Нас приглашают на два фестиваля, которые будут проходить на Мальте и в Испании Вот я пока по этому поводу еще не общался с руководством, но я очень надеюсь, что мы сможем поехать хотя бы на какой-нибудь зарубежный фестиваль Я думаю, что это событие было бы такой вишенкой на торте в честь 20-летнего юбилея оркестра Ярослав Щедров, Юрий Химуин, репортер 73 Редактор субтитров А.Семкин Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта Первые гости уже побывали в робопарк Приходите и вы только до 13 марта ТК «Звезда» 0.5 Сегодня к успеху приводят гибкие и актуальные IT-решения Ставьте на инновационные и обкатанные технологии, а не на темных лошадок Севен Групп Технологии цифровизации Здравур не сушка Куры яйцами завалили Супер цены в светофоре Голбаса вареная докторская 142,90 за килограмм Стиральный порошок Бимакс 6 килограмм 299,90 Во всех магазинах светофор Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда Закажите незабываемый букет в салоне цветов «Нимфа-73» Огромный выбор, доступные цены и доставка по всему городу Телефон для заказа 44-45-45 С любовью к вам и вашим близким «Нимфа-73» Забава, товары для взрослых Переулок Молочный, 1А, улица Генерала Мельникова, 6, проспект Ленинского комсомола, 42 По данным сайта Гесметио, 22 февраля в Ульяновске пасмурно, небольшой снег с дождем Температура воздуха по области ночью 0, минус 4, днем от 0 до плюс 4 градусов В городе температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем от 1 до 3 со знаком плюс Ветер юго-западный, 8 метров в секунду Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба Разговор Увлекательное интервью с интересными гостями Подробное обсуждение самых важных и острых тем Каждый понедельник программа «Разговор» на телеканалах «Репортер-73» и ОТР Репортаж Быть на месте, видеть и знать, выяснить и найти, подтвердить или опровергнуть «Репортер-73» всегда на месте событий, находит правых и виноватых Каждый вторник на «Репортер-73» и на ОТР Будь в курсе! Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики Энергичные и зажигательные ведущие Интересные и яркие гости в студии Только позитивные темы Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие Ваше утро будет легким и бодрым Смотрите нас на каналах «Репортер-73» и ОТР Удивительные знакомства в проекте «Работа» Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе Каждую пятницу на «Репортер-73» и на ОТР Будь здоров! Тележурнал о медицине, спорте и здоровом образе жизни В наших выпусках расскажем о новых технологиях и методиках лечения Уникальных специалистах и достижениях региональной медицины Максимально просто ответим на сложные вопросы Каждый вторник программа «Будь здоров!» На телеканалах «Репортер-73» и ОТР Вы смотрите «Утро с репортером» В студии для вас работает Алена Никитова И Андрей Сафронов Мы продолжаем, продолжаем, кстати, как ты вначале и обозначил весенние темы 17 февраля в Ульяновске открылась выставка «Среди зимы. Раскроются цветы» Да, работать она будет в Литературном музее Дом Языковых И посвящена Году культурного наследия народов России Экспозицию подготовили художественное отделение Ульяновской детской школы искусств номер 7 И народный коллектив «Творческое отделение ежики-художники» Посетитель увидит 50 лучших работ, учащихся разных возрастов и классов Которые выполнены в традиционных художественных техниках Таких как графика, классическая и декоративная живопись Главная тема – цветы в творчестве Юные творцы рассказывают через портреты героев народных сказаний Образы животных, обитающих рядом с человеком Натюрморты, состоящие из предметов народного быта И пейзажной зарисовки Что примечательно, художники постарались отразить красоту родного края И человека, живущего в нем А также многообразие народных сюжетов и образов Тема культуры продолжит Ярослав Щедров Ему слово Известный артист театра и кино Александр Дьяченко Один из немногих своих коллег, кто актерское образование получал в США В Ульяновске, где Александр Станиславович побывал с антрепризным спектаклем На одном дыхании актер расставил все точки над «и» Относительно разницы между российской и американской театральными школами Да нет ее, этой разницы принципиально Такой уж принципиально ее нет Глобального отличия Это одно и то же ремесло, на самом деле Просто если говорить о школах Ну вот была школа, есть до сих пор, существует школа Станиславская Ли Страсберг, известный американский основатель американской версии Школы Станиславского Был на его репетициях, присутствовал, уехал в Америку И на основе того, что он впитал для себя на репетициях у Станиславского Он создает целое учение Там популярно тренерство, так называемое И тренерство, ну как у нас это называется, коуч Эктинг коуч, то есть актерский тренер Актерская карьера Дьяченко в России началась с культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2», где он сыграл братьев-близнецов Громовых, охранника Константина и хоккеиста Дмитрия А сильно ли вам помогло сыграть одного из братьев в ваши хоккейные прошлые? Да, конечно И с точки зрения нахождения в кадре, с точки зрения организации у тех съемок, которые у нас были, связаны с хоккеем Это все, конечно, имело место То есть эта сцена, когда вас загоняют снова играть, вы знали, как там процесс построен, да? Ну, я непосредственно договаривался о том, чтобы это было на этом стадионе, с этой командой Я разговаривал с генеральным менеджером Я находился в мире хоккея в тот момент, и мне это очень серьезно помогло О знании психологии русско-американцев, он там очень точно ваш персонаж, американский, именно поместит Ну, конечно, у меня перед глазами было огромное количество ребят русских, которые там донашивали последние калоши еще вчера А сегодня уже их повезли по всем самым модным магазинам, потому что задача стояла купить как минимум пять костюмов Армании, либо Бриони Им нужно было покупать уже дом, им в качестве подписного бонуса вывозили красный Феррари и так далее Психология ломалась так, что люди видоизменялись очень, ну, очень ярко А еще в этом году исполняется 10 лет созданной Александром музыкальной группе «Антиго», в которой он играет на гитаре и поет Музыка всегда была со мной с детства еще, и она льется из меня У меня есть инструмент, на котором я играю гитара, но я не гитарист Я играю, я придумываю на ней просто Потом уже играют другие И даже не пытайтесь спрашивать, что важнее для меня в жизни, музыка или актерство Вообще, это даже не рассматривается Кого бы ни играл в кино Александр Станиславович, его герои – настоящие герои И настоящие мужики Поэтому поздравление от него с наступающим праздником будет как нельзя кстати Хотел бы поздравить мужчину Ульяновска с прекрасным праздником, с Днем Защитника Отечества Хотел бы пожелать мужественности, хотел бы пожелать самодостаточности Хотел бы пожелать каждому мужчине, чтобы его сердце было на месте Чтобы за этим сердцем ухаживала прекрасная женщина Очень актуальным будет пожелание здоровья также Дорогие мужчины, мужики, еще раз с праздником, с Днем Защитника Отечества 20 февраля большим юбилейным концертом отметил свое 20-летие Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» Для оркестра это такая дата, когда он уже совершеннолетний Но и в то же время еще пока что молодой коллектив Я думаю, что его ждет абсолютно блестящее будущее Чем больше мы будем помогать культуре, тем меньше будет в мире без культуры Я хочу понравиться каждому зрителю Хочу, чтобы всем понравилось Я стараюсь честно работать и принести людям какую-то радость, какую-то добро Актер театра и кино, звезда популярного телевизионного комедийного скетч-шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков, участник антрепризного спектакля «Чужих мужей не бывает» Который ульяновцы увидели 17 февраля Я стараюсь участвовать в интерпризах, которые звучат гордо Потому что уже очень сложно прийти в интерпризах, которые были в 90-х годах Когда приезжали, ставили стул, да, и вокруг него вскакали в своих костюмах Сейчас приезжают люди с декорацией, да, какие-то костюмы, не знаю, учат текст Как минимум трезвые на сцене Поэтому я в таких интерпризах участвую Это часть моей работы, часть моей профессии И я стараюсь, предлагаю пока иметь все усилия, чтобы честно там работать, достойно, чтобы людям было интересно Один из известных мастеров телевизионного юмора Андрей Альбертович по жизни относится к легкому, веселому жанру без фанатизма Это обычное дело Я обычный В чем-то даже травиален Поэтому я не феерю так по улицам Не скачу нормально все Дизайнер одежды простая профессия или сложная, на твой взгляд, Арина? Ну, я, наверное, думаю, что скорее сложная Но нужно чутко управлять трендами и желаниями людей Уметь адаптироваться под современные условия Абсолютно с тобой согласен При этом некоторые вовсе выводят свои творения на новый уровень при помощи инженерии и программирования Даже так? Ну, например, один из дизайнеров, одни из дизайнеров создают двигающиеся одежды Когда человек поет или танцует, то и одежда движется вместе с ним Здесь мы говорим немного, конечно, о другом Но в его произведениях удивительным образом припрятаны двигатели Которые приводят в движение некоторые элементы Благодаря которым, например, складывается впечатление, что платье в прямом смысле дышит Очень интересно, сколько времени он проводит за чертежами или эскизами Я, конечно, не знаю, но вот какое слово сюда больше подойдет? В любом случае, если человек умеет рисовать, то и сделать это проще А значит, продолжаем учиться, друзья, творить художественные шедевры с помощью нашей рубрики «Стиль» Доброе утро, дорогие друзья! С вами репортер рубрика «Стиль» Меня зовут Дания, и сегодня очень тематическая картинка будет Вот такие самолеты к 23 февраля Делается такая открытка очень просто, ее сможет повторить даже ребенок Для этого вам понадобятся краски, вода, кисти Можно двумя размерами, средняя и большая Стерка, карандаш и трафареты Их можно сделать от руки Вот такие трафареты Я сделала трех видов Это нам нужно для того, чтобы обвести наши самолеты на бумаге Мы берем один самолет Берем карандаш, кладем его на бумагу И обводим Я уже сделала пару самолетов, чтобы было наглядно, какой итог у нас получится Вот так вот обводим Здесь у меня нарисованы уже четыре самолета Вот такой вот узкий Вот такой есть То есть вы видите, да, они все три, они все разные Вы можете сделать также не только самолеты Но и танки, различную технику военную Чтобы передать войско, в котором служил ваш муж, отец, дедушка И кто угодно, брат, возможно Дальше мы возьмем среднюю кисть И возьмем синий цвет Я беру такой глубокий синий Напоминающий цвет океана такого То есть есть ультрамарин Это такой ярко-синий, который обычно используют в одежде А я беру вот такой вот Видите, он прям темный Беру его И начинаю раскрашивать Наши самолеты Чем больше воды вы будете использовать Тем прозрачнее будет краска Поэтому если вы хотите сделать насыщенного цвета самолеты То берите больше краски и меньше воды Чтобы все это сделать аккуратно Я советую положить бумагу на стол И не торопиться, самое главное Потому что сейчас так получается Что все принты, все логотипы Они делаются на компьютере И наш глаз уже очень чувствителен Каким-то неидеальностям в картинке Поэтому нужно постараться Чтобы очень ровно зарисовать контур Так, один самолет у нас готов Переходим к второму Такие открытки И очень хорошо делать вместе с детьми Так как сейчас мы знаем Что многие работы в школе делаются Ну, как бы делаются с родителями Поэтому если вам вдруг в школу нужна будет открытка Это будет отличным примером Посередине у меня есть самолет И можно все самолеты сделать синими А его, например, красным Вообще все в вашей фантазии Главное Подаваться этому креативу И не бояться его Вот такая замечательная открытка У нас получилась Вы можете ее сложить пополам И подарить своему близкому Молодому человеку Или папе, повторюсь Или мужу, парню И всего вам доброго До скорых встреч! Будь здоров! Тележурнал о медицине, спорте И здоровом образе жизни В наших выпусках расскажем О новых технологиях и методиках лечения Уникальных специалистах И достижениях региональной медицины Максимально просто ответим На сложные вопросы Каждый вторник Программа Будь здоров! На телеканалах Репортер 73 и ОТР Разговор Увлекательные интервью С интересными гостями Подробное обсуждение Самых важных и острых тем Каждый понедельник Программа Разговор На телеканалах Репортер 73 и ОТР Удивительные знакомства В проекте Работа Еженедельно мы находим героев С уникальными историями В профессии и судьбе Каждую пятницу На Репортер 73 и на ОТР Репортаж Быть на месте Видеть и знать Выяснить и найти Подтвердить или опровергнуть Репортер 73 Всегда на месте событий Находит правых и виноватых Каждый вторник На Репортер 73 И на ОТР Доброе утро Мы продолжаем Спорт Это всегда прекрасно Не только по утрам И не только Спорт профессиональный Впрочем Наш сегодняшний гость Я думаю Согласится с этим Высказыванием А может быть и нет Давайте передадим ему слово Сегодня у нас в гостях Евдокимов Алексей Старший пожарный Второй пожарно-спасательной части Победитель массового забега Лыжня России 2022 Доброе утро Доброе утро Ну что ж, я начну со слов поздравлений Это здорово Вы победитель Массовый забег Был весьма масштабным Кстати, юбилейным Да, сороковой По счету забег Я вас поздравляю Спасибо большое Ну вот как это Быть победителем Такого массового мероприятия Спортивного И как это Вообще Связано с вами Почему такой вид спорта В общем, интересно все Ну вообще Как бы пожарная охрана И спорт Это неразделимо Потому что Если ты не будешь Физически развитым Ты не будешь там Служить В пожарной охране Но вообще Если взять конкретно Вот прошедшую Лыжную Россию Да, я выиграл Массовый забег Где участвуют Любители Непрофессионалы Хотя являюсь И победителем Первый раз Когда проводилось У нас В Ульяновской области В 2007 году Я выиграл Профессиональный забег Потому что В пожарную охрану Я попал через спорт То есть благодаря спорту Так То есть Сам я был Ну профессиональным спортсменом Занимался Лыжными гонками Впоследствии Биатлоном Выполнил норматив Мастера спорта Ух ты Послушайте Любитель Ну ничего себе Нет, ну отошел Это было в прошлом Если взять Прямо профессиональную деятельность То есть Любитель считается Человек Который не участвует В соревнованиях Рамках Чемпионата страны Более трех лет То есть У меня не то что Выдержка Больше прошла Уже не только три года Ну вот да Вы попали В пожарную охрану Через спорт Как это все Произошло Занимался Лыжным спортом Лыжными гонками И Как бы Тренер Предложил Выступать За общество Динамо В то время Это 1997 год Был Было еще УГПС То есть Отдельно не МЧС А УГПС То есть Меня приняли на работу Я был Молодчик пожарных рукавов И Параллельно выступал На соревнованиях Не только уровня Областного масштаба Но и всероссийского Дальше больше И В итоге Я потом стал Настоящим пожарным Стал работать Во второй пожарной части Сейчас она называет Вторая пожарно-спасательная часть Руководитель То есть начальник у нас Алексеев Николай Владимирович Сам большой спортсмен И благодаря ему То есть Как бы Удается поддерживать Спортсельную форму Вот кстати Готовясь к нашей встрече И читая Ваши комментарии После вашей победы В массовом забеге Я Такие слова Для себя отметил Вы там говорите Что Очень надеюсь И рассчитываю на то Что физическая форма Которая приобретается В процессе подготовки К забегу И вообще В процессе забега Она мне Поможет В моем Непосредственном деле В моем профессиональном служении Да На посту пожарном Вот Правильно Как бы сказали На самом деле Я не представляю Людей Которые не занимаются Физическими упражнениями И например Служат пожарной охране Ну мне кажется Таких Очень мало Потому что Например Учения Ну не всегда пожары Бывают там На высотных домах Например на учениях Чтобы подняться на 12 этаж А мы же идем И в экипировке Там С изолирующим Мундированием Да конечно С нами еще рукава То есть Неподготовленному человеку Просто зайти на 12 этаж Уже тяжело И иной раз идешь И думаю Как же идут ребята Которые Например Ну невыносливые То есть Обязательно надо заниматься И вот я говорю В нашей части Руководитель Поддерживает это дело У нас проходят Турниры по волейболу Которые он организовал И это очень приятно То есть Мы между караулами Боремся За кубок Вроде сначала Перед мероприятием Все такое вроде Шуточное Шуточное Но когда начинается Соревнование Это все По-настоящему Это все по-настоящему И судью намыло Там и все Ну очень жестко Ну а как вообще Это сочетается Служебная обязанность И процесс подготовки Тренировки Как это все Регулируется В плане графиков В плане графиков Ну в принципе Как бы Я являюсь пожарным То есть Моя работа Стоит Это сутки через трое То есть Сутки мы Работаем И трое Посвящаем Там как бы Отдыху И своему хобби Ну как бы Вот хобби у меня Это тренерская деятельность То есть Как бы Занимаюсь детишками Тренирую И вот если взять Пророжнюю России То есть Я еще помогал Судить соревнования И у директора гонки Спросил разрешение Можно ли Судья участвует В соревнованиях На что он сказал Ну как бы Пожалуйста Можно А говорит Все у вас готово Я говорю Ну да Меня учителю Спрашивал То есть Говорил Главный судья Должен распределить Обязанность Судьи Заранее То есть Если все готово Пожалуйста Учать Для себя Конечно Мне было очень приятно Победить Честно скажу Ну послушайте А вот В качестве судьи Это впервые Да Ну да Депутировали Ну я Нет Судил Раньше А раньше Да Я судил Как бы Помогаю судить Соревнования Ну В этом году Больше стою На лыжах Как бы Ну как я уже сказал Что для меня Это был профессиональный Спорт А вот что Алексей Для вас здесь Важно Это победа над собой Это вот Физическая форма Или это еще И хороший пример Для тех Кто идет за вами Профессию Или вот Дети Которых Ну вообще Любое физическое упражнение Это Ну полезно для здоровья То есть Я считаю Что каждый должен Двигаться И именно Вот Виды спорта На выносливость На свежем воздухе Не обязательно Лыжи Тот же самый бег Сейчас Ходьба с палками Там Финская ходьба То есть Двигаться надо Обязательно Обязательно Но вот завершится Сезон зимний И что тогда И как же Поддерживать форму Как же Лыжня России Следующего года Ну готовиться будем Во-первых У нас так же Проходят Это тренировки Прям в подразделении Делаем А так Велосипед Бег Пожалуйста Места есть Финновская роща Вышел Побегал То есть Может Все очень здорово Когда еще и руководство Поддерживает А такие начала Ну как я уже сказал Что да А коллеги Вот коллеги Коллеги Ну Проводят соревнования Например Даже как бы Разговор внутри караула Как бы Поддерживают Приводят и своих детишек На соревнования То есть Но они видят Что в нашем карауле Например Если взять я сам С второго караула То есть Есть человек Который увлеченный спортом Коллеги приходят Также на соревнования Иногда вместе Тренируемся Бегаем То есть есть такое Ну вот с вашего позволения Мы перейдем Вот так уж совсем К профессии основательно Вашей Вот современный пожарный Ну понятно Что физическая подготовка Физическая форма Это ну По умолчанию Должно быть понятно Что должно быть у пожарного Любого поколения Любых времен и народов Как говорится А вот Что все-таки Еще можно вот отметить Такое базовое Ключевое Что должно быть Ну пусть у современного пожарного Все-таки мы говорим Здесь и сейчас Ну если взять В общем Это коллектив То есть Если не будет Сплоченный коллектив То есть Никакой лучший пожарный Худший пожарный Он Ну Ничего не сделает То есть Все зависит от коллектива И в первую очередь Я уже повторяюсь От руководителя То есть Как поставит руководитель Для караула Караул сплаченный И выполняет Любую задачу Подставленную А вот что вы имеете ввиду Команда Коллектив То есть что это Взаимопонимание Взаимовыручка Взаимовыручка Как это небанально звучит Подставить плечо В трудную минуту Как бы Подменить Всякое бывает То есть Заменяем друг друга В этом году Например Снегопады Например стоят в карауле Кто-то там По кухне идет Кто-то по помещению Они быстро свои обязанности Выполняют И так же идут на выручку Чистить снег Потому что площадя большие Например в части И друг другу помогаем И вот это А современные технологии Как-то затрагивают Ваше дело сейчас? Современные технологии Вы имеете ввиду Ну сейчас цифровизация Технологии всевозможные Новые Может быть техническое Оснащение как-то поменялось И его приходится Вот сейчас Как-то осваивать И Преодолевать какие-то трудности По мне Как бы Нас пожарных Это сильно не коснулось Я думаю Что руководство Это караул То есть Начальник караула То есть Я считаю Что очень много лишнего Сделали для них Потому что Очень обложили их бумагами Хотя говорят цифровизация Но все равно Бумажный носитель Никто не отменял И приходится сначала На бумажный носитель Потом эти все цифры Переносить В компьютер Ну это мое мнение И я его никому не навязываю Ну понятно Понятно Ну то есть вот Ну я думаю Много лишнего Все-таки Было попроще Как бы Когда Более свободны были Начальники караулов Сейчас у них На их плечи Очень много А вот Да Я понимаю А чем Еще Вот смотрите Вот пожарные Ну понятно Что когда Какое-то Чрезвычайное происшествие Будем так называть Когда Какой-то вызов Понятно Вроде бы как Чем должен заниматься пожарный Понятно Что спорт Да вот Замечательно Что есть такие Ну увлечения Порой Переходящие В профессиональные Увлечения А вот Все-таки Вот в такой В повседневной жизни Пожарный Он Он как живет Он чем занимается Ну повседневная жизнь Это Простой человек То есть например Нельзя сказать Что Вот там Это пожарный Или кто-то То есть Это обычные люди Ну а разве не всегда На посту Разве не всегда Готов Помимо того Что мы Сутки дежурим Например Через сутки Мы стоим В резерве То есть В любое время Нам позвонили То есть В течение Двух часов Мы должны Прибыть В подразделение И быть готовы Нести службу То есть Такое случается Обычно Это весенний период Потому что Идет Пал травы И Ну Меняем друг друга Как-нибудь так Анекдот же есть То что Пожарная охрана Это вроде хорошо Но как пожар Хоть увольняйся На самом деле Когда говорят Что пожарные Только спят Такого нет Потому что У нас также Есть учения Всегда перед разводом Мы заступаем Нам доводят Какие у нас будут занятия То есть У нас помимо того Что физические упражнения Также мы Учимся Вязать Веревки Там Лазить По башне Трехколенка Штурмовка Все как бы это Делать Нормативы Конечно да Нормативы принимаются Ну Нет такого Чтобы мы просто пришли И Ковырялись пальцем на носу Ну а праздничные дни В конце концов Например Есть такой понятий Праздничный день У пожарного Не сработает Понятно что Любой праздник Это для пожарного Наверное Повод Быть на страже Это обычный день То есть Дополнительно В этом году Наш караул Выпало Дежурить на Новый год То есть Мы дежурили с 31 на 1 Первое То есть Это обычный день Да конечно У нас был стол То есть Принесли из дома Там Салаты И Также Встретили 12 часов Как бы Попили чайку Вот И Дальше служить Алексей Вот Мы выходим в эфир Практически накануне 23 февраля День защитника отечества День Настоящих мужчин Коему относятся Конечно же Профессии пожарных И вы лично Но вот Пользуясь случаем Пожалуйста Можете поздравить Всех тех Кого вы знаете Всех тех Кого вы цените С кем вы трудитесь Дорогие друзья Поздравляю всех С наступающим праздником Желаю крепкого здоровья Семейного благополучия И мирного неба над головой Всех с наступающих праздник Не только мужчин Потому что у нас и женщины Также Многие трудятся В непростых профессиях Всех с праздником С Днем Защитника Отечества Спасибо вам огромное За эту встречу Пусть действительно Будет мирное небо Над головой всех У нас И легкой вам службы С наступающим праздником Всего наилучшего Спасибо Еще раз конечно же С победой В замечательном Массовом забеге Лыжня России 2022 Спасибо Алексей Взаимно Друзья Напомним что в гостях У нас сегодня был Евдокимов Алексей Старший пожарный Второй пожарно-спасательной части Победитель массового забега Лыжня России 2022 Это утро с репортером Мы продолжаем Ну что ж Два часа утреннего эфира Пролетели Впереди рабочий день Да Ну не совсем рабочий Алена Мне кажется Многие организации Сегодня начнут Уже отмечать 23 февраля Поздравляю своих сотрудников С этим праздником И возможно Отпустят их домой пораньше Вот такой вторник Мне пожалуй нравится А не хочешь ли ты Ален Поздравить наших телезрителей С Днем Защитников Отечества Чтобы что-то всем понравилось Всем Дорогие наши мужчины Любимые Прекрасные Потрясающие Несравненные Умопомрачительные С праздником вас С 23 февраля Спасибо Алена Прекраснейшие слова Я думаю всем понравились Мужчинам Праздник конечно же Завтра Поэтому предлагаю Рассказать о том Что можно отметить Сегодня Конечно 22 февраля Нужно провести Максимально позитивно Ведь сегодня День Приманивания Хорошего настроения Которое я уверена Пригодится завтра Ну конечно А еще можно отметить Сегодня Вместе с японцами День кошек Мой любимый день Кстати в США Сегодня Праздник Не связанный с едой День прогулки С собакой День даже дикой природы Ну не больше По душе Английский праздник Отмечаемый 22 февраля День ничего Не делавания Отлично С этими кстати Проблемами Мы уже Делаем свою работу Да никуда от этого Не деться Но работа Замечательная Поэтому до конца Программа остается Считанные минуты Ну тогда напомним Напомним Что яркие композиции В нашей студии Появляются благодаря Партнеру программы Салону цветы и штучки Ну и своими историями По прежнему Смело можно Делиться по номеру Телефона Утренней редакции 30 50 73 А все программы Нашего телеканала Смотрите на сайте www.reporter73.tv Этим утром Для вас работали мы Алена Никитова И Андрей Сафронов Увидимся совсем же скоро В четверг Хорошего вам праздника Счастливо Будь здоров Тележурнал о медицине Спорте И здоровом образе жизни В наших выпусках Расскажем о новых технологиях И методиках лечения Уникальных специалистах И достижениях региональной медицины Максимально просто Ответим на сложные вопросы Каждый вторник Программа Будь здоров На телеканалах Репортер 73 И ОТР Разговор Увлекательные интервью С интересными гостями Подробное обсуждение Самых важных и острых тем Каждый понедельник Программа Разговор На телеканалах Репортер 73 И ОТР Удивительные знакомства В проекте Работа Еженедельно Мы находим героев С уникальными историями В профессии И судьбе Каждую пятницу На Репортер 73 И на ОТР Репортаж Быть на месте Видеть и знать Выяснить и найти Подтвердить Или опровергнуть Репортер 73 Всегда на месте событий Находит правых И виноватых Каждый вторник На Репортер 73 И на ОТР Информационная программа Реальность Ежедневно Самая актуальная И оперативная информация О жизни города И региона Профессионально Доступно И правдиво Репортер 73 Знает Как делать новости И что ждет зритель От реальности Смотри на телеканалах Репортер 73 И ОТР Будь в курсе Утро с репортером Это полезные И познавательные рубрики Энергичные И зажигательные ведущие Интересные И яркие гости В студии Только позитивные темы Спорт Здоровье Стиль Культура И саморазвитие Ваше утро Будет легким И бодрым Смотрите нас На каналах Репортер 73 И ОТР Редактор субтитров А.Семкин